Будьте благословенны, дорогие братья и сестры, Церковь Сила Веры и все, кто присоединяется к нашей молитвенной комнате. Сегодня хотела поделиться некоторыми мыслями из Слова Божьего, которые коснулись меня. И я искренне Богу благодарна, что Слово Божье, оно всегда актуально и оно всегда помогает нам везде и во всем, во всех обстоятельствах. Что бы ни было, как бы ни было, когда мы обращаемся к Писанию, мы всегда обязательно найдем себе ответ. Конечно, может быть не сразу, но ничего. Мы будем терпеливо ждать от Господа то, что Он имеет для каждого из нас. Пусть Бог благословит. И сегодня мы обратимся к Псалму 31. Это Псалом Давида. И я зачитаю. Я не весь буду Псалом использовать, но начнем. Один из стихов Давида. Блажен тот человек, чьи грехи прощены. И кто очищен от греха. Блажен тот, кого Господь не осудит. Блажен тот, кто греха не утаит. И дальше Давид. В третьем стихе он молится. Молился беспрерывно я, о Боже, но обходя свои грехи молчанием. Я с каждою молитвою слабел. День от огня ты жизнь мою все тяжелее делал. Я стал подобен выжженной земле, высохшей в лучах палящего солнца. И пятый стих. Но когда я покаялся в своих грехах перед тобой, я перестал скрывать свою вину и рассказал тебе о грехах своих, и ты простил мои грехи. Шестой стих. Поэтому те, кто верно следует за тобой, должны тебе молиться, Боже, пока еще есть время. И когда нахлынут наводнением беды, они не коснутся тех, кто молится тебе. Ты тайный мой покров, хранишь меня от бед, и я пою о том, как спас меня ты. И восьмой стих. Здесь уже говорит Господь к Давиду. Господь говорит, я вразумлю тебя и научу, как праведную жизнь прожить. Я буду пастырем тебе и охраной. Не подражай ус ослу или глупому коню, которые не могут сделать шагу, если нет на них узды и нет кнута. Нечестий множество у грешников, но верующих Бог любовью бесконечную окружает. Пусть праведные счастье и радость в Боге обретут. Потрясающий псалом. Видно, что Давид переживает определенную ситуацию в своей жизни. Очень вот здесь вот этот стих, это третий. Молился беспрерывно я, о Боже, но обходя свои грехи молчанием. И с каждой молитвою слабел. Что бы я сегодня хотела? Как бы, да, чтобы мы поразмышляли над Словом Божьим. И поделиться с вами. То, что коснулось меня. То, что этот псалом 31, это самый первый еще из псалмов, которых Бог коснулся меня и проговорил, когда я только-только вот начала свое хождение с Господом, познавать Богом. Когда я приняла Его в свое сердце, покаялась в своих грехах. И Бог мне открыл этот псалом. И вы знаете, это до сегодняшнего дня я верю, что и дальше будет меня беречь и хранить. И, конечно, поможет всем нам правильно в своей жизни выстраивать тоже даже молитву, общение с Богом. Потому что здесь очень здорово сказаны первые стихи, что «Блажен тот человек, чьи грехи прощены, и кто очищен от греха». Блаженный человек — это счастлив, это высшая категория счастья, это непередаваемые не просто ощущения, а это осознание и понимание счастья, когда ты прощен, когда ты очищен. Блажен тот, кого Господь не осудит. Блажен тот человек, кого Господь не осуждает. Блажен тот, кто грехи не утаит. Вот здесь тоже очень важно, что счастлив тот человек будет, кто грехи свои не утаит, прежде всего от Господа. Но также мы можем сказать, что не только грехи, мы можем порой находиться в каких-то обстоятельствах и самостоятельно, без Божьей помощи их решать. То есть, Господи, я попробую сама, а вдруг у меня получится. Спасибо тебе, конечно, за Твое слово, за Твою помощь, за поддержку, но я попробую. И когда у нас не получается, мы очень огорчаемся. И нам порой бывает очень стыдно. Ну, перед Богом прежде всего. Ну, и перед людьми бывает, конечно же. Когда мы бываем очень такие самоуверенные, да? И мы уже стыдимся прийти к нашему Богу и сказать. Да, Боже, каюсь, я была неправа, я поступала неправильно. В тех и в тех действиях был грех, и, может быть, я что-то сказала и обманула кого-то или еще что-то. Разное бывает, бывает разное. Но что здесь говорит Писание? Блажен тот, кто греха не утаит. Блажен тот, кто греха не утаит. И дальше третий молился беспрерывно я, о Боже, но обходя свои грехи молчанием. И что же здесь происходит с Давидом? А порой и с нами. Когда мы умалчиваем, когда мы не открываем или свой грех, или свои обстоятельства, или что-то, то, что нас сильно-сильно волнует или беспокоит нашему Господу. Я с каждой молитвой слабел. То есть приходит слабость. Нет сил, нет желания. Душа, она полностью опустошена. Тело может болеть. День от огня ты жизнь мою все тяжелее делал. Я стал подобен выжженной земли, высохшей в лучах палящего солнца. И, конечно, мало кто из нас увидит здесь величайшую любовь и милость Божью. Хотя, простите, немало. Многие видят это, и это очень хорошо и здорово. Но если вдруг мы не видели, а наоборот, ну как же, Боже, ты же, ты жизнь мою все тяжелее делаешь. Я стал подобен выжженной земле, высохшей в лучах палящего солнца. В чем же тут милость Божья? Господь допускает, чтобы наше сердце привести к покаянию. Привести к тому, чтобы мы исповедовались. Чтобы мы рассказали Богу то, что нас волнует. И что же происходит дальше? Пятый стих. Но когда я покаялся в своих грехах перед тобой, я перестал скрывать свою вину и рассказал тебе о грехах своих, и ты простил мои грехи. Когда мы исповедуемся перед Господом, то Он, будучи верный, Он, будучи праведный, Он очищает и освящает нас от всякого греха, от всякой неправды, от всякой нечистоты, от всякого непотребства, от всего того, что было в нашем сердце, неправильное прежде всего пред Его лицом. И, конечно же, потом это то, что касается людей. Если здесь были люди, и они видели мое неправильное поведение, нам нужно тоже покаяться перед ними, попросить прощения и сказать, что это не мой Бог так поступает, это я по-человечески был или была неправа, я каюсь, простите меня. Это еще одно из. И ты простил мои грехи. Поэтому те, кто верно следует за тобою, должны тебе молиться. Верно следует за тобой. Кто же верно следует? Выше это написано. Когда человек, когда мы, как верующие люди, мы не скрываем ничего от Господа, но открыто говорим обо всем, мы можем себя считать верно следующими за тобой. Должны тебе молиться. Боже, пока еще есть время. Пока есть еще время. Время Господь грядет. И мы не знаем, когда и что произойдет. Но то, что наше сердце должно быть чистым, очищенным перед Господом, что если вдруг случится так, что сейчас придет Господь, и мы должны будем, как девы, уйти к Господу, мы должны быть готовыми. И вот здесь как раз Бог готовит нас к этому. Пока еще есть время. Очищайтесь, освящайтесь, исповедуйтесь, открывайтесь передо мной, говорите все, что у вас есть в сердце. Не бойтесь. Я не упрекну, я не обвиню, но наоборот, я хочу поддержать, я хочу помочь, я хочу показать выход, я хочу утешить, я хочу принести все то, что есть в моем сердце для тебя, мое любимое дитя. И когда нахлынут дальше наводнением беды, они не коснутся тех, кто молится тебе. Мы знаем, что беды были у нас всегда. Чтобы обратить внимание, что сейчас у нас беда, это война, до этого был коронавирус, до этого были болезни, до этого были немощи, нерешенные какие-то обстоятельства, что-то было то, что беспокоило нашу душу. Это было всегда. Но смотрите, что говорит Господь через послание, через псалом Давида. Они не коснутся тех, кто молится к тебе. Они не коснутся. Что нам нужно делать? Нам нужно молиться. Молиться — это общение с нашим Господом. Каждый Божий день в своем сердце мы приходим в любое время дня и ночи, потому что Божье сердце, оно открыто для каждого из нас. И мы можем в любое время с Ним поговорить, исповедоваться или просто рассказать свою беду, а может быть, и рассказать не только беды, а и победы, которые у нас есть, и прославить Его чудесными свидетельствами своими, и поблагодарить Его за то, что Он слышит и отвечает, и поддерживает, и помогает. «Да, Ты — тайный мой покров, хранишь меня от бед, и я пою о том, как спас меня Ты». Дорогие, ну как не благодарить, как не хвалить, как не восхищаться? Ты хранишь меня от бед, наше основание, на сегодняшний день, в наших молитвах, в нашей стране, где бы мы ни находились, кто за пределами страны, Ты хранишь меня от бед, и я пою о том, как спас меня Ты, мой Бог, как спас, как спасаешь Ты меня, мой дом, мою семью, моих родных, моих близких, исцеляешь, освобождаешь, приносишь спасение в мой дом. Это так потрясающе. Господи, ну как же не славить Тебя? И, конечно же, здесь, ну просто, когда Господь говорит, когда Он говорит через Своё слово, и ты понимаешь, что это звучит сегодня в Тебе, это так ободряет и утешает, Господь говорит, я вразумлю Тебя и научу, как праведную жизнь прожить. Я буду пастырем Тебе и охраною. Вы знаете, есть ещё другие переводы. Я зачитаю. Я наставлю Тебя и покажу Тебе путь, по Которому Тебе идти. Я буду вести Тебя и не выпущу Тебя из виду. Моё сердце наполняется просто огромной благодарностью и почтением, уважением всем самым-самым-самым, что может быть моему Богу. Я не одна. Брат и сестра, ты не один, ты не одна. Он говорит, я наставлю Тебя, не волнуйся, только молись ко мне. Если нужно, исповедуйся, не мучайся, не обходи путями молитву покаяния. Если есть что рассказать, отдай это мне. Расскажи. Я жду, я не упрекаю, я не гноблю. Я твой Бог, который сегодня хочу говорить в Твоё сердце, поддержать Тебя, чтобы Ты мог сегодня или сестра, могли мы пройти всё, что стоит у нас на пути, в нашей жизни, в наших обстоятельствах. Я буду вести Тебя и не выпущу Тебя из виду. Пусть Бог поможет нам сегодня осознавать, понимать и стоять на этом твёрдом основании, на Его Слове применять это Слово в свою жизнь, чтобы действительно, когда всё, что происходит у нас, мы могли с полной уверенностью прийти и поговорить с Богом, услышать Его наставление, услышать через Его Слово, через проповедь, через послание всё, что Он хочет нам сказать. Будьте благословены, дорогие. Пусть сегодня наша молитвенная комната наполнится этими молитвами, которые, как благоухание, к сердцу Бога придут и будут услышаны. И пусть это Слово, оно укрепит нас, обновит, исцелит, утешит, кому что нужно, кого поднимет, может, руки опустились. Будьте благословены, дорогие. С миром Божьим! Пусть Бог хранит всех нас. Аминь.